Здравствуйте! В эфире передача День за днём. С вами в студии Алина Сазонтова. Сегодня первый день последнего месяца лета. Он выдался тёплым и солнечным, а также создаёт хорошее настроение. Синоптики предсказывают, что первая декада августа будет рекордной по высокой температуре за последние 10 лет. Так что ещё немного погреемся на солнышке. А теперь о том, что вы увидите в этом выпуске. Новости из городской администрации. В Десногорске стартовал ремонт дорог. Чрезвычайная обстановка без осложнений. Угнал машину отца, сел на 5 лет. А сейчас об этих и других событиях подробнее. 1 августа в России с 2013 года отмечается как День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Эта война стала одним из наиболее кровопролитных и масштабных конфликтов в человеческой истории. Она началась 28 июля 1914 года и завершилась 11 ноября 1918. В этом конфликте участвовало 38 государств. Наша страна потеряла 600 тысяч солдат на фронтах. По итогу войны Россия прекратила своё существование как империя, а затем последовали февральская и октябрьская революции. На плановом оперативном совещании руководители комитетов и муниципальных предприятий подвели итоги работы за прошедшую неделю. Совещание провёл глава администрации Андрей Шубин. Комитет по городскому хозяйству доложил, что в городе продолжаются работы по проекту комфортная городская среда. Около дома номер один во втором микрорайоне идёт демонтаж бордюрного камня. На этой неделе будут заасфальтированы дворы домов семь в четвёртом микрорайоне и дома номер десять первого микрорайона. Тепловые сети второго, четвёртого и шестого микрорайонов выдержали контрольное гидроиспытание. Дефектные узлы заменены, идут восстановительные работы. В образовательных учреждениях города проходит комиссионная приёмка школ и садов. Итоги первой и второй смены в детских оздоровительных лагерях Смоленской области обсудили в администрации региона на заседании межведомственной комиссии по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей. В Смоленской области работало 267 лагерей. За соблюдением санитарных норм в них следили специалисты Роспотребнадзора. Ведомство проводило плановые и внеплановые проверки и лабораторные методы исследования. В 2017 году по инициативе концерна «Росэнергоатом» Смоленской атомной электростанции и администрации города реализуется проект «Любимый город». Проект создан, чтобы совместными усилиями благоустроить улицы и дворы Десногорска. В прошлом году приводились в порядок общественные территории, дворы и улично-дорожная сеть. В 2018 году мы уже рассказывали вам о ремонте школ и детских садов. В следующем нашем сюжете мы расскажем о ремонте дорог. О состоянии дорог всегда говорят очень много, но мало хорошего. В этом году ситуация с ремонтом дорожной сети очень сложная. В бюджете практически нет средств на эту статью. Но тем не менее все стали замечать, что дороги приводятся в порядок и ямы постепенно исчезают с проезжей части. О том, как изменилась ситуация, нам рассказал директор службы благоустройства Андрей Олейников. В этом году действует проект «Мой любимый город». Смоленская атомная станция в лице директора Лубенского Павла Алексеевича выделила в этом году 2 миллиона рублей на ремонт автомобильных дорог общего пользования. Совместно с администрацией служба благоустройства провела конкурсную процедуру по выбору подрядчика. У нас появилась организация ДЭП-44. Сейчас на данный момент выполняются работы по ремонту автомобильной дороги в 7 микрорайоне, также ямочный ремонт на автомобильных дорогах Н1, Н6, Н4. Сейчас на данный момент уже решен вопрос по выделению дополнительных денежных средств по ремонту автомобильной дороги в 7 микрорайоне. Выполнение работ планируется закончить 30 августа, но работы будут выполнены до 15 августа и сданы службе благоустройства. Хотелось бы выразить огромную благодарность Лубенскому Павлу Алексеевичу за выделение денежных средств и в помощи решения проблемных вопросов по городу. Мы будем следить за работой проекта «Любимый город» и рассказывать вам. В Смоленщине начался сезон грибов. В регионе произрастают около 300 видов грибов. Большинство из них вполне могут встретиться и в городской черте. Объясняется это просто. Температурный фон и влажность здесь обычно выше, чем за городом. И зачастую этой разницы оказывается достаточно для того, чтобы на газонах появились грибы. На данный момент в России не существует документов, запрещающих употреблять в пищу грибы, выросшие в городской черте. Но в Роспотребнадзоре все же есть их не рекомендуют. Грибы, растущие вблизи дорог и предприятий, впитывают в себя вредные вещества. В них может содержаться свинец, мышьяк, ртуть, остатки пестицидов и агрохимикатов. Поэтому собирать их лучше в лесу или в лесопарковой зоне. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю нам рассказал начальник управления ГОИЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОИЧС города Десногорска привлекались для проведения работ по вскрытию дверей два раза, к ликвидации последствий ДТП с пострадавшими в Роспотребнадзорском районе один раз, по оказанию помощи при происшествии на воде один раз. При проведении работ силами поисково-спасательного отряда деблокировано два человека. За семь дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 631 сообщение, из них 228 ложных. Поступило 14 просьб от населения, из них отработано 10 и переадресовано 4. В Гагаринском районе полыхает мусорный полигон. Его протяженность около 700 метров, а высота свалки местами превышает пятиэтажный дом. Пожар начался еще в минувшую пятницу около деревни Ивашково. Изначально огонь тушили местные пожарные расчеты, но сил оказалось недостаточной. Сейчас задействованы пожарные Сафонова и Вязьмы, а также воинская часть. Местные жители жалуются на сильный запах горящего пластика и других бытовых отходов. На полигон приедут инспекторы и эксперты лаборатории Росприроднадзора для того, чтобы оценить ущерб и отобрать пробы. В поселение вводится режим чрезвычайной ситуации. В Десногорске возбуждено уголовное дело об угоне иномарки. Ранее судимый местный житель обвиняется в хищении автомобиля отца. В полицию Десногорска поступило заявление от 61-летнего жителя о пропаже автомобиля марки «Черри» стоимостью 200 тысяч рублей, припаркованного во дворе дома. Полиция изучила записи с камер видеонаблюдения и опросила возможных свидетелей. Оперативники обнаружили угнанный автомобиль с механическими повреждениями. Было установлено, за рулем иномарки находился 30-летний сын потерпевшего. По дороге он не справился с управлением, совершил дорожно-транспортное происшествие и скрылся с места аварии. В отношении него составлен административный протокол. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее судимый местный житель пояснил, что похитил ключи от автомобиля, чтобы поехать отдыхать к друзьям. 30-летний мужчина не имеет документов на право управления транспортными средствами. Кроме того, по результатам проведенного медицинского исследования, у него было установлено состояние алкогольного опьянения. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Угонщику грозит срок до 5 лет. И коротко о погоде. 2 августа будет ясно, днем плюс 29, ночью плюс 16. На сегодня это вся информация. Все самое актуальное и интересное вы можете найти на сайте disneydefistv.ru. С вами была Алина Сазонтова. Оставайтесь с нами.